Добрый день Владивосток! Спасибо! Я рада быть здесь, проводя моим джазом в Владивосток. На сцене Приморской краевой филармонии гости из Америки встречают свой 77-й день рождения. Денис Перее стала первой, кто открыл 13-й джазовый фестиваль во Владивостоке. Каждой песни зал сопровождал аплодисментами. Сразу понятно, зритель не случайный, горожане знают репертуар артистки. Да и сама Денис приехала подготовленной и к российской публике, и к погоде. Об этом певица рассказала на пресс-конференции еще до начала концерта. Ох да, у меня есть шуба, и я согреваюсь коньяком. Я уже знакома с вашими морозами. Я была в Сибири, Москве, Санкт-Петербурге, Омске, Томске и других городах. Мне очень нравятся ваши люди, все улыбаются. Джазовый фестиваль объединил пять стран. Это Франция, США, Германия, Япония и Россия. За неделю выступят 30 коллективов. В качестве певицы Владивосток посетила только Денис Перее, остальные участники – это музыкальные группы. Музыканты с фортепиано, саксофонами, барабанами и другими инструментами. Для нас приехать во Владивосток – это настоящая экзотика. Здесь все необычно, какая-то мистика. Мы приехали с Дальнего Запада Европы, из города Руана, это Нормандия. Пролетели самолетом всю Транссибирскую магистраль России. Кроме концертов, на фестивале будут проходить мастер-классы и творческие встречи. Также проведут конкурс среди приморских музыкантов. Зрители сами смогут определить, какая из местных джазовых команд – лучшая. Награда – собственный концерт в Приморской филармонии. Музыка Замечательные впечатления, очень ярко, красиво, очень многолюдно. Ну, замечательно, очень понравилось. Я хожу уже четвертый год подряд, да, и вот как-то с первого раза мне все это нравится. Хотя я не могу сказать, что я, ну, ценитель джаза, что я его понимаю и так далее, но то, что происходит на сцене, мне нравится. Причем независимо, местные это исполнители или вот мирового уровня. Нам очень нравится джаз, мы ходим все с семьей, папа сейчас у нас сидит, мы прогуляться пошли. Вообще концерт замечательный. И Дмитрий Бутенко, мы его поклонники. Говори. Молодой человек, а как вам концерт? Мне очень сильно понравилось, особо первая песня, вступление. Было очень прикольно, немножко весело. Концерты будут идти каждый день до 19 ноября включительно. По словам организаторов, билеты уже практически раскупили. По крайней мере, на открытии фестиваля свободных мест не оказалось. Валерия Белоус, Станислав Лазебный, Новости на Восьмом.